За последние годы в республике много сделано для увеличения объемов жилищного строительства. В городах выросли целые кварталы, в сельских населенных пунктах строятся новые дома. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья. У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, они просто рвутся в эту сферу. Все они стали миллионерами как минимум. Долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет, все, кто серьезно занимался этим строительством, спрашиваются, откуда такая предприятия. Даже Америка не знала таких темпов. Спрашиваются вопросы, откуда так быстро разбогатели эти люди. Ну, слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет, надо богатеть за свой труд, а не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально. И было поручение, при том оно уже на практике опробировано. По ценообразованию на строящееся жилье. Мы проверили завод эффективных строительных конструкций. 5% рентабельности. Работает, цены нормальные. Предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдем, будут вымываться какие-то там средства финансовые, и предприятие в результате рухнут. Еще раз прошу. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье. И мы должны им помогать. И наша помощь, прежде всего, заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам. Значит, предприятие может развиваться при 5% рентабельности строящегося жилья. Почему другие не могут? Не могут, тогда пусть ждут в очереди. Что останется, отдадим им. А те, кто хотят строить с 5% рентабельностью, ну, грубо говоря, с меньшими затратами, более низкими ценами, мы тем отдадим строить жилье. Мы не будем здесь отбирать частное, государственное. Вот цена. В нее надо вложиться. У нас небогатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье. И помогать толстосумам набивать карманы. Поэтому хотел бы услышать аргументы за и против. Но я уже говорил, что жилье предлагать строить надо тем, кто сегодня имеет базу. Это ненормально, когда приходит человек с улицы, ни денег, ничего, ни знаний. Где-то он там кусок земли вымолил, выпросил. И начинает строить жилье. Что он сам это строит? У него люди для этого есть? Да нет, никого. Стол, табуретка. Пошел тот же трест строительный. Они ему построили это жилье. Он ничего не делая получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу. Строительным организациям. Продолжение следует...